Добрый вечер всем нашим зрителям. Вечерний эфир программы сегодня выходит у нас в интернете. Надеемся, что завтрашний утренний выйдет в телевизионном эфире. Тем не менее, программа «Доживем до понедельника» все-таки в эфире, несмотря на праздничные дни. В студии, как обычно, уже по традиции, Григорий Гельфер, Евгений Гендин и меня зовут Елена Кальянова. Я надеюсь, что сегодня порадуем вас чем-нибудь. Постараемся не огорчать. И у нас, как по традиции, по нашей связи есть. Телефон не говорю, потому что сейчас вечером не возьмем звонков, эфира у нас нет, но у нас есть интернетная связь. Вы, наверное, пьете сейчас и не видите нас, а увидите потом. И те, кто, и ваши провайдеры пьют, и интернета у вас нет. Но тем не менее, мы в интернете, у нас есть страница, на которой у нас все равно прямой эфир, сейчас 18 часов 30, сколько там, 34 минуты. Вы можете туда делиться впечатлениями, задавать вопросы, мы ответим. Я уточню, что в повторе, в телеке, наша программа выйдет на 9-м канале, сегодняшняя в 8-20, завтра во вторник. Повторники это так называемые, плюс вы можете, YouTube-версия и наша страница, на которой это обязательно будет. Ну, одним словом, кто захочет, тот обязательно нас увидит. И я думаю, что право начать сегодняшнюю программу я отдам, тематическое такое начало, отдам право выбора моим коллегам. Потому что мне, например, просто интересно, что все-таки для мужчин важнее. Приближение такого сомнительного женского праздника, который сомнительным стал в связи с законом о декоммунизации. Гендерные штучки, пожалуй, уже делились. Или же все-таки наступивший день рождения нашего мэра. Ну, как мужчины нормальной ориентации, конечно же, все-таки для нас важнее это женский праздник. Я тебя поправлю, как гетеросексуальный. Процесс нормы, что нормальное, что ненормальное. Нет, ты меня можешь поправить, но... Мы не озвучили, что конкретно, что вам нужно. Янечка, конечно же, вот смотри, вот это вот тебе. Ты не волнуйся. Это я выбросила, что ли? Нет, это не выбросила, это я вырастил. То есть мимимин начинает. Вырастил и раскрыл сам. Да, вот видишь, они даже такого желта и практически, ну вот... Практически голубого цвета. Голубого цвета, так что все нормально. Мало того, я вот это вот... Владимирова рассказала, да, небось, про Класс? Ну, конечно, но это наш общий с Гендиным подарок. Он потом узнал... Да, я скидывался, международно. Да, он скидывался, он всегда скидывается. Мало того, я даже это хочу сопроводить такими четырьмя строчками. Любим Лену мы очень-очень. Понедельник наш не последний. Будь, как этот крокус в горшочке, и цветущий, и многолетний. Спасибо. Я присоединяюсь. У меня тоже есть четыре строчки, не хуже, чем у Гаррика. Я уверен в этом. Просто смотрим, послушаю. Вот, ты мне сначала скажи, вот, а что... Я тебя поздравлю еще, но вообще, что ты хочешь, вот, например? Вот что? Ты скажи, что тебе надо. Я хочу, чтобы все-таки у девушек праздник не забирали, как некоторые хотят. Ну, можно заменить, например, там, День матери, да, это в мае, по-моему. Только плечиком не поводи. Сегодня еще 7 марта. Как, что мне делать? Поводи плечиком. Побереги плечики назад. Ну, я, например, просто позлорадствую. Вот теперь вы мучаетесь. Я, например, мучилась в связи с праздником, сомнительным праздником, мужским, 23 февраля. Потому что мне было непонятно, с кем, кого поздравлять. Ну, да, те, кто служили в армии, это понятно. Те, кто не служили, поздравлять, не поздравлять. Вот, мальчики, школьники, вообще, к этому никакого отношения не имеют. Теперь никого с этим днем поздравлять не надо. Теперь вы мучаетесь, потому что многие стали сомневаться в женском празднике. Мне вообще абсолютно, я не участвую по барабану, все эти разговоры, 23 февраля, 8. Вот серьезнее. Почему? Ты же приветствовал законы о декоммунизации. Все вот эти переименования, сносы памятников. Сносы, ну, все говорят, тогда и сносить 8 марта надо. Ну, это же коммунистически. Это специально для тебя КМИС, институт социологии провел. КМИС Украина? Да, КМИС Украина проводит исследования, оказывается, и по этому поводу. Что предпочитают женщины на 8 марта декоммунизированные, подчеркиваю, мне по барабану. Вообще не интересует эта тема. А то, что женщинам не все равно, тебе тоже по барабану. Да, так вот, на первом месте у женщин по-прежнему остаются цветы желания, 23%. Мы вот удовлетворили это, я скидывался, я напомню. Значит, 23% женщин, при этом 30% мужчин собираются их дарить. На втором месте ничего. У нас 50%. На втором месте ничего. Ничего это в смысле ничего не дарить? Только забота и внимания. 10% женщин ставят на второе место вот эту заботу. Только 8 марта. Забота и внимания только 8 марта. При этом только 6% мужчин готовы им это ничего подарить. Забота и внимания. На третьем месте ювелирка. Тут женщина и мужчина совпадают. Подорожавшая значительность. По 9%. Тут консенсус. На четвертом романтическое путешествие. 7% женщин. Это вообще нереальность. Но только 5% мужчин готовы это подарить. И впервые, кто отмечает КМИС, впервые в пятерку вошли деньги. То есть женщины захотели денег. 6% впервые в топе. Раньше этого не было. Но при этом только 3% мужчин собираются им дарить эти деньги. И на шестом месте косметика парфюм. Нету вопроса, обратил внимание, нету места в горсовете, в комиссии постоянно. То есть женщины этого не хотят. Это женщины берут сами. Я тебе дарю заботы, внимание и тоже маленький экспромтик к вот этим цветам, на которые я скидывался. А, я говорил уже так. Значит, я бы стал на стульчик, но микрофон тут. Нельзя. Стала жизнь крутой и полной, прямо как яйцо. У программы, безусловно, женское лицо. Мы родились заново. Дякуем, Кальянова. Вау. Ну, не лучше, не лучше, не лучше. Ну, неплохие стихи. Я скажу, что все официальные лица, ну, все в лице мэра поздравили женщин с этим праздником, поэтому будем считать, что праздник официально существует. Филатов поздравил женщин, я читала где-то в фейсбуке, по-моему. Да все там лидеры фракции, по-моему. Я слышала сегодня голос Вилкула по радио, который... Мимимиза. Я слышал голос Вилкула. Это был голос сниже. Моей маме принесли открытку от Вилкула, как в старые добрые времена. Ты знаешь, я реально, честно слово, ни одну стопку встречал вот в мусорном ведре, как-то вот так вот получилось. Открыто, как от Вилкула или вообще? Да, 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 да. Именно люди как-то реагируют. Но мимимиза кончилась, пошел трэш, да? У меня вот вопрос, может быть, женщины нас смотрят уже, вот важно ли для женщин, поздравляют их руководители городские. Я не понимаю, для чего вот мэр поздравляет официально. А мэр имеет право? А губернатор имеет право? Ну, все имеют право. А Вилкул тоже имеет право, как Вилкул поздравляет. Ну, что он альфа-самец в этой, как бы, ну, он может сразу всех женщин поздравить. Ведь не каждый мужчина может сразу всех женщин. Мы же таким образом подчеркиваем, что его слова вот в отношении праздника, они как-то самые важные, получаются. Они звучат над всеми для себя. Это уже зависит, мне кажется. Ну, в общем, если кто-то... Но мужчины недовольны. Тут некий Дмитрий Гам пишет, звука нет на в этом вашем, прости господи, онлайн. А директор канала Ольга Владимирова ему отвечает, на айфоне при слабом интернете может и не быть. А зачем мы вообще говорим, если звука нет? Да есть, ладно. У нас никто не слышит. У нас главное, чтобы Ольга Владимирова слышала. Оля, тоже с наступающим праздником. Есть звук, вот говорят, мне сообщают, что все отлично. Все отлично. Дмитрий Гам. Да. Не надо. Бывают, может быть, это на девайсах какие-то проблемы. Ну, в общем, эта неделя богата на праздники. Я так думаю, что там день рождения мэра мы еще вспомним, наверное. Правда же? Конечно. Я думаю, Женя стихи написал. Не писал. Не писал? Не, ну, что-то не хватало еще. Вот. Ну, и Масленица у нас сейчас. Еще какие-то праздники грядут. Хорошая неделя, вкусная. И событий тоже было много. Спасибо за внимание. Мы заканчиваем передачу? Почему? Или что? Ну, в общем-то, на самом деле я бы начала с событий не очень веселых. Вернее, продолжила. Реально. Потому что судьба Надежды Савченко очень волнует на этой неделе. Почему на этой неделе? Потому что, собственно, заседание продолжится 9 марта. И до этого времени мы, к сожалению, ничего о ее состоянии здоровья не знаем. Потому что Россия до сих пор не дала разрешение на обследование Надежды украинскими врачами. А судьба ее неизвестна. Я напомню, что она объявила сухую голодовку. Такое решение она приняла после того, как суд запретил ей говорить последнее слово. Последнее слово ее обнародовано. И она сказала о том, что вернется в Украину живой или мертвой. Трагично. Надеемся. Все только надеемся на то, что все выдержит. Я не понимаю, почему эта доля досталась именно женщине. Почему в плен взяли женщину. Это, конечно, очень драматическое. Не дай бог, чтобы, конечно, не случилось трагедии. Я просто хотел процитировать обращение Ирэны Лесневской. Это женщина, причем это россиянка. Она создала в свое время канал РЕН-ТВ, который был отжат и изнасилован. Ее обращение, в интернете ее многие цитируют. Оно короткое. Господин президент, обращаюсь к вам накануне международного женского дня 8 марта как гражданка России и просто как женщина. На глазах у всего мира в российской тюрьме умирает отважная женщина Надежда Савченко. Я прошу, я взываю к чему-то человеческому, христианскому, мужскому, в конце концов, вас, чтобы остановить этот беспредел. Не унижайте России, ее мужчин и ее офицеров, у которых еще осталось представление о чести. Вы считаете украинского офицера, защищающего суверенитет своей страны, врагом? Уважайте врага. Я тоже считаю вас своим идейным врагом, но позвольте, по крайней мере, считать президента моей страны мужчиной. То есть, в общем, сейчас действительно, ну, везде, ну, в Украине это понятно, ну, в общем, по всему миру идут акции поддержки Надежды Савченко. Я уверен, что она, да, она сказала, что я победила там, я победила, живая там, буду я или мертвая, но я все равно победила и доказала, что можно сломать хребет. Да, ну, и еще раз, обещания украинского президента, они, в общем-то, умножены на ноль, потому что по последним обещаниям 15 мая прошлого года должна была Надежда вернуться домой. Пообещал в очередной раз. Ну, Юля тоже обещала, что это она знает. Просто Надежда, она как бы обозначила, ну, несколько другой масштаб личности. Я не говорю про Путина, ну, даже и для наших, вот, политиков, вот, людей, которые, там, и премьеры, и президенты, и все. То есть, это другой совершенно масштаб личности, может быть, вот, соразмерно этому масштабу и происходит становление нации. Таких людей не может быть много, да, там, это, может быть, там, я не знаю, Жанна Даркта, там. Я не знаю, Джордана Бруна, там, в конце концов, ну, Христос, которые сознательно шли, в общем, на такое вот принятое решение. Ну, я просто хочу вспомнить стихи Анны Ахматовой, вот, 50 лет, как она ушла, то есть, сейчас больше России уделяет времени, в смысле, Сталину, да, там, внимания. Ну, вот, она в свое время писала, мы знаем, что нынче лежит на весах и что совершается ныне. Сейчас мужество пробил на наших часах и мужество нас не покинет. Мне кажется, эти слова вот в полной мере относятся к Надежде Савченко. Я продолжу драматическую, даже трагическую, ну, хотя, я не знаю, жизнь, смерть, это трагедия или естественная смерть является ли трагедией, но, в любом случае, очень грустная тема и при этом высокая тема для нашего города. Мы сегодня простились, вот, в ночь с пятницы на субботу, вот, ушел из жизни, ну, выдающийся, знаковый, яркий, противоречивый, но, безусловно, штучная личность и штучный человек для нашего города. Это главный режиссер театра оперы и балета, народный артист Украины, многолетний главреж оперы, как я уже сказал, многолетний председатель Суза театральных деятелей областного нашего отделения Юрий Викторович Чайко. Вот сегодня было с ним прощание, ну, много говорилось о его пути, но есть, как бы, банальная фраза, таких людей не делают, хотя мне лично, ну, я, поскольку я, ну, сам по себе тоже человек, мне лично очень горько, вот, что мое последнее общение с Юрием Викторовичем, вот, оно было связано, как бы, вот, с политикой, мы говорили больше о разных, правда, закончили мы все равно темой города и любви к этому городу, мы, ну, больше бы говорили о разных, вот, политических взглядах, я уже, там, как бы, писал, он всегда очень снисходительный, очень доброжелательный, а мне это доброжелательство не хватало, то есть, вот, эта отравленность, вот, этими, сиюминутным во мне сидела, тогда это было, если, к сожалению, ничего нельзя переиграть, Ну, это было, да, последнее общение, я, ну, простите, Юрий Викторович, прощайте, Юрий Викторович, ну, мы будем жить, и театр, я надеюсь, опера и балет, ну, тоже, как бы, будет достойно продолжать. Травиата, по-моему, 15 апреля, на которой он работал, будет показывать. Да, сегодня сказали, что будет продолжена работа, ученики, он, отравятый, будет работать, вот такие дела. Ну, еще одно подтверждение того, тех слов, что жизнь все-таки продолжается, и нужно продолжать. Ольга Владимирова, телезрительница, пишет, вот, да, телезритель Ольга Владимирова пишет, что день матери, не надо день матери заменять, это вслед тому разговору, не все женщины матери, но все матери женщин. Хорошо, Ольга Владимирова, мы не будем этого... Ну, вот еще... Правда, Сергей Падалкин пишет, что бывают американские мамы-мужчины, у Фила Ричардса из интерна, американская мама-мужчина. Ну, просто очень интересно узнать, как женщины относятся к поздравлениям официальных лиц, вот, например, к поздравлениям от мэра, нужно ли им это, поздравления от народных депутатов, которые... Ну, приятно же кому-то... Ну, я не знаю, я... Мы, кстати, всех... Что тебе так приятно? Мы всех женщин поздравили, вот, всех телезрительниц, вот, Женя, по-моему, нет. Мы поздравляем, поздравляем, поздравляем с наступающим замечательным праздником. И поздравляем всех мужчин, что у них такие женщины, что у них такие женщины. Вам же не пресс-служба все это написала, правильно? Мы же все, проехали, 8 марта. Ну, Женя не любит, не любит он праздники, и женские тем более. Я люблю праздники, но женщины я люблю больше, чем этот праздник. Ну, что мы... Ну, вот и праздник полюбить, дорогие женщины. Мы же сейчас мы в телевизоре, поэтому... Хорошо, давай о проекте бюджета будем говорить, 2 марта. Ты же любишь... У бюджета не женское лицо, да. Наконец-то, наконец-то появился проект бюджета, его будут еще обсуждать, и говорят, что проголосуют в конце марта, поскольку жидкая коалиция... Как она там еще в жидко-кристаллической, газообразной. Ну, вот, жидкая коалиция обещает проголосовать... Здесь, да, запомнишь песенка, здесь у нас проект бюджета, хоть и очень странно это... Ну, и говорят, мы тогда заживем уже после этого, наконец-то у нас появятся... И у депутатов особенно появятся деньги. Что за такая странная комиссия по этике, которая делит депутатские деньги? Это не этично, а я считаю, что... Это не в тему. Нет, я считаю, что... Нет, на самом деле, любая комиссия, в принципе, вправе, ну, как бы, интересоваться вопросами бюджета особенно. Ну, тут же проблема вот в чем. Я, как человек, имеющий такое отношение к депутатскому корпусу, хочу сказать, что... А попросту депутат. А попросту депутат. Ну, вот не надо, вот это около. Я хочу сказать... Мы даже обсуждали, на каком участке. Да, 21-й округ. Я хочу сказать, что каждый депутат, который избран, ну, на своем округе от избирателей... Хочет получить 4 миллиона. Нет, он дал людям обещания всякие разные. Починить там крыши, значит, дороги, там, счетчики поставить. Много чего. Материальную помощь людям оказать. И, в общем, как бы, поскольку раньше было депутатов в два раза больше, а доллар стоил в два раза меньше... Мы тоже привязаны к доллару. Ну, нет, ну, это крыши привязаны, и строительные материалы, все это привязано немножко, да, к доллару. То сейчас речь идет о том, чтобы будет правильно, если депутаты, ну, будут иметь в своем распоряжении на где-то порядка, там, речь идет 4 миллиона гривен, значит, вот на год. Пять просили, говорят, да? Просили пять, потом обещали... Ну, посмотрим. Вот завтра наша комиссия... Нет, не завтра, девятого. Ваши, которые идентичны? Это завтра какая, не все еще... Нет, комиссия по культуре, образованию... В миллионном городе есть 504 человек, которые не знают, какой это комиссия. Но они не мои. Я хочу сказать, что... То есть вы там по культуре тоже будете обсуждать суммы? Нет, ну, мы будем... Во-первых, меня вопросы культуры очень волнуют, а во-вторых, всех депутатов, и было сказано жестко достаточно, что не дадут депутатских денег, не будем голосовать за бюджет. Просто. Вот так вот. Вот, конечно, это же горсовет принимает бюджет. Я хочу сказать, ответить на вопрос, плохо ли это. Да, это не очень хорошо, потому что, ну, депутат превращается в некоего такого, ну, значит, вот распорядителя. Нет, распорядителя, вот он к нему и тут... Сначала вымогатель, а потом распорядитель. А 4 миллиона, это достаточно? Это вот как депутат? На что? Чтобы было счастье в 21-м округе? Я не знаю, это же вы там давали обещание. Но я скажу, что есть все-таки по сравнению с прошлым созывом, где депутатам как бы выделялись деньги, но они не решали вообще вопрос. Была одна, так сказать, один центр принятия решений, там партия соответствующая, не буду ее там рекламировать. Это на регионах партия. Я не хочу ее рекламировать. Шли к Романенко, секретарю этого, к Вилкуловскому. Ну что же? Что? А я просто буду называть... Я же говорю, реклама не нужна. Короче говоря, то есть... Умирающую партию можно и перезагонировать. Все в ручном режиме, как бы, вот распределялись эти деньги. Сейчас все-таки это будет некая конкуренция. Ведь есть же еще такие вещи, как от одного округа, например, из 2 депутата или даже 3. То есть, значит, это им дадут не 4 миллиона, а 2 миллиона. И они будут между собой уже конкурировать. Вот, на округе. То есть, там много есть... А я слышала о том, что депутаты просят не привязывать их к округу, а добрые дела они хотят творить в любой... Это БДСМ, Леночка. Я считаю, что депутатов все равно надо привязывать. Все-таки их надо привязывать, чтобы не распоясывались. Но я вот хочу сказать, и вот по материальной помощи, я даже вот в интернете, вот я разволновался, когда читал проект, я решил вот посмотреть, а как вот в Европе, вот сколько дают денег депутату, чтобы он их мог, ну, распределить на своем округе. Я, честно говоря, не нашел этого. Но зато я нашел другое, вот по поводу особенно материальной помощи. Вот в Финляндии сейчас там такой пилотный проект, там по какому-то округу, они предполагают каждому человеку, каждому независимо платить 800 евро в месяц. — Это государство. — Государство, да. — Депутаты — это не причем. — Не, ну это же, там депутаты решают все равно. Государство — это, нет, все, там депутаты решают. — В Финляндии нет нуждающих. — А в Швейцарии вообще по 2,5 тысячи евро. То есть вот просто платить, независимо от того, что какой человек, там сразу уходит столько работников социальных служб, там еще это самое. Вот просто, и говорят, что вот боятся, что увеличится безработица, а многие считают, что наоборот. — Что человек, не связанный боязнью, что он будет мало зарабатывать на любимой работе, ну, например, журналист или там еще кто-то, поскольку он обеспечен, он будет идти и работать там, где ему нравится. — Поэтому счастливые, самые счастливые жители Финляндии, там по многим. — Нет, в Швейцарии еще более счастливые. — Нет, 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 там Финляндия по этому количеству счастья. — Ну и жители 21 округа, я надеюсь, тоже будут. — Ну то есть, если 4 миллиона будет, ты проголосуешь за проект бюджета? — Конечно. — Женя, смотри, Женя скучает. — Женя скучает. — Ну то есть вот тебя не волнует, как депутаты делят деньги на комиссии по этим? — Ну, как бы, я не знаю, но столько, я хочу верить, что это нашим телезрителям, ну, там, как бы... — Ну, они же избиратели, если у них там текут крыши или подъезды, когда у тебя в подъезде затапливают, тебя это очень волнует. — Хорошо, вот ты меня умыл тем, что меня не затапливает, делает меня сильнее. — А мы с тех комментов, которые бросились мне в глаза, например, в Фейсбуке, вот те, кто радуется появлению хотя бы проекта пока бюджета... — И цветы полюли немножко. — Наконец-то у нас теперь будут дороги, наконец-то у нас дороги. Ну вот на капитальный ремонт 418 миллионов гривен заложили в проект. Я не знаю, этого достаточно. Мне кажется, наши дороги 418 миллионов не способны. — Может, красиво сказать, главное, куда ведет эта дорога. — А куда ведет эта дорога? — На самом деле, ну, очень много говорится о том, что делается в городе, там, у людей действительно... Мне вот, я встречаю людей, я же хожу пешком много, знаешь, как говорят в народе... — В каждой программе ты это говоришь, ты подчеркиваешь, что ты не водитель, и ты нас научишь парковаться. — Да, я это в следующей программе обязательно расскажу, как парковаться. И вот иногда я паркуюсь, когда хожу пешком возле тех, кто меня останавливает, и они действительно расспрашивают, у них немножко действительно крыша едет от того, что происходит. То есть настолько разная картина, настолько она, ну, на мой взгляд, искаженная с разных каналов и из нашего достаточно желтого городского интернета. Это моя субъективная оценка. Но желтая. Очень сильно вот задолбали гуру всякие конспирологи, вот вымышленные несуществующие. Кстати, друзья, если вы встречаете где-то, политолог Сергей Поливанов заявил, знаете, что это вымышленный персонаж, например. И таких политологов вымышленных много. И умышленных тоже со своими... — А кто его вымыслил? Он чей? — Это тема отдельной, следующей передачи. — Все обещаешь. — И причем они за последние годы, они истыкали, вот, пальцами все небо истыкали. То есть настолько... Вот читайте прогноз политолога или гуру, знаете, что все будет не так. Лучше или хуже, но не так. И тем интереснее, к чему говорю, мнение живого человека, представителя гражданского общества, который... — Обывателя генера. — Да. Нет. Я сейчас говорю, например, о человеке, который попал на программу одного дружественного нам канала, вот, городского, где собрались все там лидеры фракции, все представители, и вот она немножко действительно... Человек продвинутый достаточно, но он... И чем интереснее не политолога оценки, а оценки вот этого человека. Это Алла Рибицкая, есть вот такая, ну, как гражданская телевизка, клуб «Чорная ящерка». Вот. Она там задавала вопросы, которые ставили наших этих политиков местного разлива в тупик и выступала. Ну, интересно, вот ее мнение, мнение живого человека. Міська політика перестає бути закрытым клубом. Это факт. Зручное закрытое, контролировано громадою перебування роками в креслах уже неможливо. Это лишь паросткий початок, но он есть. Безумовно, присутние в будивлі на Яворницьке у цьому опираются. Им для этого дискомфортно, им этого не хочется. Так, крыга с кресла. Зрозуміло, это пока что лишь две фракции. Но, принаймні, кілька людей из этих фракций. Укроп и самопомощь. А другие чуваки страшно обурены тем, что им выдаются, как раньше, совсем все решили кулуарно между собой человеками. Заявы про мэра Узурпатора не катят. Я хочу сказать, что Аллечка, я знаком, Рубецкая, она очень и очень не фанат Филатов. И поэтому она бы не упустила, как бы, случай, действительно, критикнуть, как она даже так делает, наш лучший мэр, иронически. Но вот эти заявы про мэра Узурпатора и все это. И вы, она сделала, мне, как громадянцы, не цікаво дивиться эту дешевую комедию. Если весь корпус не сдатен працювати на месте, две вещи. Або вы, слюнцы Айло Боряки, не сдатны ничего робить и вырешуете. Або вы не сдатны ничего делать, або вы рассчитывали на продолжение того кулуарного договорняка за закрытыми дверями, как раньше. И когда этого не выходит, вашу мозгу не стоит понять, что единственная ваша сила и опора, единственный ваш защит – громадские институты, открытость всего. И на такой момент она обратила внимание, что сначала Рублевский, это представитель этого Паблока, который себя считает истинным, сермяжным, православным, основным, ортодоксальным, у нас же два Паблока, сначала сказал, а потом Загид Краснов сказал, что вот Горсовету нужен не секретарь, а не секретарша, которая носила кофе, а секретарь. То есть в нормальном продвинутом обществе такое заявление для политика в европейском. Ну это, как говорит Рубецкая, ну это днище. Вот с гендерной, с нормальной точки зрения. А Загид Краснов же, он же в комиссии по этике, насколько я знаю. Ну, тем не менее, людей больше интересует, сколько будет денег. Мне кажется, все-таки их интересует это. Ну, я думаю, я не могу не упомянуть, вот теперь, наверное, жителям нашего города будет, опять-таки, после принятия бюджета, будет легче узнавать новости о жизни нашей власти, поскольку у нас появится коммунальный канал. Тема тоже обсуждаемая. Я, как работник телевидения, не могу об этом тоже не сказать. Честно говоря, не понимаю, зачем нам коммунальный канал, несмотря на то, что он когда-то был. Не понимаю коллегам, опять-таки, вопрос организаторам, кто будет смотреть сессии, которые планируют показывать. Ну ладно, когда там дерутся депутаты. Это, к сожалению, интересно. Ну, постараемся, что там. А когда они не дерутся, а там что-то работают. При Сталине он сколько каналов был, и все людям служили. Вот сессии, вот ты смотришь дома, сессии Верховной Рады, например. Городскую ты будешь смотреть, возможно, в записи, да, там, потому что ты в ней участвуешь. Ну, вот Гендин тоже, наверное, будет смотреть, поскольку он ходит на ней. Нет, если под хорошую музычку, там, все зависит от… Так это когда драка, а когда быть, когда-то же вы будете работать, там, на сессиях, там, голосовать, принимать какие-то ежедневные, жизненно важные решения. Ну, тогда реклама, тогда реклама, канал будет показывать рекламу, и все будет хорошо. А можно на минутку меня показать? Вот 10 миллионов. У меня нет мнения по вот этому вопросу. Это вообще странный какой-то вопрос. Почему нет мнения? Вот нет еще мнения. 10 миллионов. Потому что я еще не готов. 16 миллионов на канал. Потому что, Елена, я еще не изучил до конца этот вопрос. И со скоростью осуждениями… Хорошо, я тебе говорю без подготовки. 16 миллионов гривен планируют выделить на создание и содержание городского коммунального канала. А может быть и правильно. Я вот не знаю. Это надо послушать. А почему правильно? Тогда объясни, почему правильно. А потому что в городе был там 34-й канал. Ну, так и в городе у нас, ну, и в Советский Союз когда-то был. А правда красивые цветочки? Вот цветочки. Слушайте, давайте… Хочешь отменить праздник? Они краснеют немножко от наших. А я хочу все-таки… Канал «Это хорошо»… Он будет показывать международные новости. Вот у нас, кстати… Не будет, не будет. Концепция вот не такая. Будет показывать только жизнь. Поменяется. Концепция вещь такая. Ну, объявили же уже. Кто такой. Мало ли что. Вот у нас объявили, что мы идем в Европу и вот-вот будем. А какой-то там Жан-Клод Юнкер, там, председатель Еврокомиссии, говорит, что не будем мы там 20-25 лет Украине просто не светить. Да, да. Ни Евросоюз, ни НАТО. Там, и плюс нас по визам, там, с Грузией разделили, там, типа, еще… Кто-то сомневался, да? Кто-то у нас… И все начали кричать «Европа нас кинула, Европа нас кинула». Значит, ну, во-первых, он сказал это в Голландии, в Нидерландах, да? Потому что там же сейчас идет такой движ, 6-го числа должен быть этот референдум. Они про него знают, конечно, меньше, чем мы, хотя проводят они. Типа, подписывать с нами эту ассоциацию или не подписывать? И, на самом деле, закачивается много российских денег, снимаются какие-то ужасные фильмы, там, про Украину, там, туалетная бумага, там, ну, делается такая рекламная, где тоже пишут про Украину как-то не очень хорошо. И, в принципе, если придет 30% и проголосует, вот как они проголосуют, так будет считаться, что Голландия, ну, приняла такое решение. Ну, мне в этом смысле вот эти вот стинания Украины по поводу того, а, голландцы, там, они нас не любят, они гады, они, значит, не хотят, чтобы мы с ними объединились. Я хочу напомнить, что каких-то там 450 лет назад в Голландии были такие товарищи, там, они назывались гиозы. Ну, это интересно, а тема Голландии, она случайна вообще? Потому что Голландии, ладно, Нидерланды, в Нидерландах были гиозы, да, и они воевали со своими теперешними друзьями по Евросоюзу, испанцами, очень жестко. И гиозов, их совершенно не волновал никакой референдум, они просто отстаивали, да. Нет, я говорю, тогда, а сейчас они завоевали, а тогда было не все равно, а сейчас, да. Сейчас это однозначно нет и не все равно. Вот мы тут спорим, а у Дмитрия Гамма по-прежнему нету звука, он пишет, в тот дискуссии целом, он пишет, отлично смотритесь без звука, не перебивайте друг друга, как если со звуком. А телезритель Ольга Владимировна, ему отвечают, посмотрите на ютубе через полчаса, так и перебивают. Я не знаю, я молчал. Я собирался вообще продолжать городскую тему, что-то там регионалы, там они добиты и так далее, но я так в следующий раз. Добиты это ты сказал. За неделю этого не произойдет, они еще будут через неделю, но максимум неохота в этот замечательный праздничный день, поэтому все-таки я хочу вообще от политики у себя, я не знаю, что там у вас осталось последние минуты, но вот образец, как ради женщин можно пойти на все. Подожди, а что ты про день рождения мэра не говоришь? Сегодня день рождения. Почему я обязан говорить про день рождения? Ну потому что мне кажется, что ты что-то хочешь сказать. Я абсолютно не знаю. А, ты не хочешь сказать? Борис Альбертович, с днем рождения. Хорошо, скажи тогда про сто дней мэра, что ты думаешь? Нет, я про другое. А сколько у нас времени осталось? У нас осталось пять-семь минут. Вот я хочу сказать все-таки про то, как ради женщин готовы пойти на все, особенно если в Казахстане. То есть он семь минут не давал говорить, начали, теперь... Не хочу, я убрал все, я другое. Вот в Казахстане, вот образец, как для женщин можно пойти на все. Алматинская область, поселок Кокозек, там оказывается есть секс-шоп, что уже доставляет, да? Ты все секс-шопы знаешь? Да, вот единственный секс-шоп, который я не знал. Это поселок Кокозек, Алматинская область. И вот ограбили, ограбили склад, что украли, значит, а, помните, как это? Три магнитофона, три мешка вибраторов, три штуки, резиновые ягодицы, одна штука, костюмы для ролевых или дролевых игр, много штук. Но что меня поразило, это перед 8 марта произошло, меня поразило, что есть в поселке Кокозек секс-шоп, что оттуда столько украли... Мне поражает, что ты об этом не знал. Что меня еще поразило, что украли еще из магазина... А одна ягодица, это как? Украли дрель и шуруповерт. Ну, немножко теоретически знаком с БДС. Для БДС. Как бывший учитель этики и психологии и всей жизни. А я думал, труда. Да, вот это, и физкультура, БДС, но дрель и шуруповерт, конечно, в магазине, но вишенкой на торте, боль, это вот последняя, значит, ну, жизнь, это боль, понятно. Оказывается, там есть еще участковый полицейский в этом поселке, и он отказался зафиксировать, он написал, что стыдно такое записывать. Да, стыдно такое записывать, и он отказался зафиксировать. Даже вот в интернет. А что, слово шуруповерт, это слово культурное. БДС. БДС. А что? Это бандаж, доминация, садо-мазо, по-моему, переводится. Ну, то есть, вот нет простой деменера. А титры можно дать, а то не все запомнили. Я не понял, а что я не так сказал? Все так, все так. А, нет, надо делать. Так вот, друзья, в Горсовете, значит, там пока что все тухло, но все будет хорошо, а вот вилку, а вот филло, вот это вот надо, да, продолжать. А, кстати, на... Про казахский с их шубом рассказывают, им не нравится. Почему не нравится? Нравится? Я вот, кстати, можно, можно я успею? У меня даже фотография есть. На определенном сайте сейчас стартовал сбор подписей за то, чтобы Александра Вилкула лишили звания, подчетного звания гражданина города. Вот, а дело в том, что в некоторых районах и даже на некоторых улицах, по-моему, на Тополе, если я не ошибаюсь, есть такие дворы, в которых мэр все-таки... Это реальная фотография? Это реальная фотография на Тополе. Александр Вилкул является мэром вот в этом дворе, во всяком случае народным мэром. Ну, я считаю, что все-таки вот в Европе они уже немножко там впереди, нежели мы. Вот жители этого двора. Там был мусор и там были раздельные баки для мусора. По крайней мере, одно европейское начинание они уже вот ввели в жизнь. Они мусор отдельно складывают. Я понимаю, почему связано вот такой некий упадок. Вот это уже общее. Я просто перечитал недавно, я регулярно перечитываю список Форбс. Он каждый раз... Да, нет, ну, Билкул нет. Вот этот Гейтс, он все время там, и там Сукерберг какой-нибудь, там Карлос Слим. Ты ждешь, когда они станут богаче или когда они разорятся? И мне попалась статья вот тоже нашего приятеля Виталия Портникова, где он написал так смело, что в Украине больше вообще нет олигархов. И действительно, судя по этому списку Форбса, даже Ренат Ахметов, который, по-видимому, имеет отношение вот к человеку, который там на синем плакате, у него состояние... Так говорят, что у них сейчас не очень. Ну, наверное, я думаю, потому что у него было 14 миллиардов, а сейчас Форбс, а Форбс умеет там считать, 2 миллиарда. Все на Вилкула ушло. А, да, вот это сколько денег ушло на выборы. Вот, а остальные вообще там, Коломойский там, я не знаю, кто там... А остальные вообще там Коломойский. Да, один там чуть с небольшим, там миллиард, миллиард с небольшим. И Виталий пишет, что, в принципе, с такими деньгами, как бы уже олигархом в такой большой стране не станешь. То есть, и поэтому мы по стартовым условиям приближаемся к какой-нибудь Польше или Чехии, где не было олигархов, когда все начиналось. Поэтому некоторые олигархи... Собираючи вализу, надо визу в пизу, пишет Сергей Падалкин. Я должен читать... Я только хотел сказать, что некоторые олигархи меняют страны. Вот как раз в продолжении, как мы почти синхронно. Ты хотел стихи читать. Я не хочу... Лена, ты меня... Я прочитал... А ты говорил Филатову стихи. Стихи у меня... У Филатова нет розовой комточки. У меня стихи сегодня... Она не розовая, она коралловая. Стихи сегодня только для человека в розовой комточке. Коралловая. Я сочинил стихи для Филатова, но я их не буду читать. Я только прочту последние две строчки. Остальное можно потом найти или заказать. Работай, Боря, неустанно, чтоб Борисфен стал Борисфаном. Это дифирамп? Ну, это вот типа... Мне не хватало, чтобы я еще стихи Филатова. Вот это... Да, вот. Есть нормально. У нас и без твоих стихов есть стихи Филатова. Нашему мэру сегодня 44 года. И сто дней. Не дает скучать ни себе, ни людям. Мы пожелаем удачи, во-вторых, ему и, во-первых, нашему городу. А говорить, дифирампов нет. А что? Ну, нормально. Пожелать удачи человеку в день рождения. Нет, это нормально. Это же себе мы желаем удачи. Но стихи, но стихов Борис Альбертович пока что от меня не дождется. Тем более сейчас же Масленица. А это же такой символичный праздник, да, что вот как бы там старое вот это вот плодородие сжигается. И начинается как бы новое, да, вот новое. И очень надеется, что вот эта новая движуха пойдет, да? Ну, правда, будет еще Великий пост. Ну, все равно. Ну, Великий пост уже, кстати, очень многие его соблюдают, приспособились. Никто не страдает. Раньше так тяжело всем было. А сейчас жить стали лучше. Блюда разнообразнее. Денег депутатам больше дают. Да и на цветы хватает, по крайней мере. На цветы хватает, опять-таки. Ну что, я думаю, что на сегодня все. Я думаю, следующая неделя, вернее, эта неделя, которая началась, она будет вкусной, с блинами, с хорошими событиями, с приятными событиями. Да, блин, думаю, блин, нормально все будет. А цветочки ничего, да? Хорошие цветочки, спасибо. С праздничком, Леночка, с праздником, женщины вне зависимости от 8 марта, ми-ми-ми-му-му. Доживем до понедельника. Доживем до понедельника. Спасибо за внимание. Оставайтесь на девятом канале. Всего доброго, до свидания. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok